Новый сериал Ридли Скотта «Воспитанные волками» бросает вызов традиционным семейным ценностям и исследования религии. И все это интересным образом связано с загадочным названием шоу. «Воспитанные волками». Дабы объяснить, что я только что сказал, я и подготовил это видео. Если вы еще не смотрели первые три серии, то советую выключить это видео, ибо будут спойлеры. Итак, в центре событий недалекое будущее, в котором на Земле разразилась война между атеистами. Это те, кто не верит в существование Бога. И некой глобальной религиозной сектой. Главных героев, двух андроидов-атеистов, их называет просто Мать и Отец, отправляют на далекую и морозную планету, чтобы те возродили там человеческий род. Туда же отправили корабли религиозных фанатиков, чтобы им помешать возродить этот человеческий род. И вот уже в первом эпизоде показана их семейная обстановка, когда отец и мать берут на себя традиционные роли по воспитанию, обучению и безопасности своей семьи и шести человек. Однако уже вскоре возникают проблемы, когда дети начинают взрослеть, и у них появляются один за другим вопросы. Это вопросы, например, о существовании Бога, о молитве, да и вообще о концепции религии. Но дело-то в том, что Мать и Отец это гордые атеисты, что не совсем одобряется в том футуристическом обществе. Поэтому вместо того, чтобы давать ответы на вопросы, интересующие детей, роботы тратят свое время, чтобы дать детям то воспитание, которое считают нужным. Вера в нереальное может утешить человеческий разум, но также ослабляет его. И вдобавку ко всему этому, как и все андроиды, Мать и Отец лишены многих человеческих качеств, а это, согласитесь, создает много дополнительных проблем. Например, один из детей, кажется Кэмпион его зовут, очень интересуется религией, несмотря на то, что, как я уже сказал, родители против этого, особенно Мать. Однако Отец, он более мягкий в этом вопросе, поэтому он разрешает сыну молиться, но только так, чтобы Мать не видела. Не молись на глазах у Матери. А вот что касается отношений между отцом и матерью, то, знаете, они больше напоминают какие-то такие деловые отношения, а не супружескую жизнь, где друг друга любят и ценят. Поэтому можно представить, как они относятся к своим детям. Я сейчас не говорю о том, что они как-то там их бьют и жестоко к ним относятся, нет. Наоборот, они пытаются их любить, и это показано в сериале. Но просто между собой у них отношения, как будто они работают в одном офисе. Вот это все является таким центральным моментом сериала, наряду с вопросами о религии и другими, кстати, не менее серьезными вопросами, которые годами, повторюсь, годами терзают человечество. Теперь самый важный вопрос. Как вот это все, что я сказал, связано с названием сериала? Вообще, как я говорил ранее, главные герои это родители андроиды. И понятное дело, что у них или им порой не хватает человеческих чувств, которые нужно проявлять в семье. Особенно сильно это показано в поведении матери. Ее очень трудно называть мамой в том понимании, которое мы вместе с вами понимаем. Например, ей не хватает сочувствия, тепла, сострадания и многих других качеств, которые вполне свойственны обычным материалам. Именно вот из-за такого неординарного воспитания, сериал и получил название «Воспитанный волками». Согласитесь, что один из таких, может быть, ярчайших примеров воспитания волками, это, конечно же, воспитание Маугли. Как известно, Маугли вырос в джунглях, его буквально воспитывали волки и другие животные, там, багира, медведь и так далее. В сериале происходит что-то похожее. Дети воспитываются двумя андроидами, отношения которых, по словам отца и матери, некоторые рассматривают как грех или какое-то преступление. То есть, как это два робота могут воспитывать человеческих детей? В том обществе это принять не могут. То есть, мы понимаем, что андроиды явно не могут произвести на свет своих собственных детей. Хотя, еще нам, возможно, предстоит выяснить, может быть, в следующих сериях, связано ли это как-то с их природой, отличной от человеческой. Или, возможно, это связано как-то с атеизмом. А может быть, это и комбинация и того и другого. В общем, дальше посмотрим. И еще такой интересный аспект. Мало того, что сериал поднимает тему воспитания человеческих детей андроидами, как выясняется, мать оказывается достаточно злобной особой, которая спокойно может убить, если придется. Например, в одном из сюжетов она идет в ковчег, убивает там много людей, а затем забирает с собой нескольких детей, чтобы вырастить их как своих собственных. И во время просмотра возникает вопрос, может быть, это какой-то сбой в ее программе. Или, например, вопрос, может ли вот такой злобный убийца эффективно и, самое главное, правильно воспитывать детей. Это вот как раз один из самых больших вопросов, который поднимает сериал «Воспитанный волками». Посмотрим, как шоу будет давать объяснение на эти вопросы. Ну а пока тем, кому нравится что-то такое фантастическое, и кому хочется такого свеженького взгляда на религию и воспитание детей, сегодня сериал я рекомендую к просмотру. Что касается моего личного мнения в отношении сериала, то я не скажу, что в восторге от данного творения. Например, вот первая серия настолько, вот настолько на напичкан на разными событиями, что мне кажется, что можно было бы снять отдельный сезон. А если смотришь три серии подряд, так как на данный момент вышло только три серии, то кажется, что смотришь сериал всю вечность, вот так все затянуто. Как по мне, многие сцены можно было просто выбросить, а не пихать сюда, лишь бы только показать, сколько денег мы сюда вбухали, и какие классные спецэффекты мы сделали для Ридли Скотта. Поэтому, если вы ждали от создателя Гладиатора и Чужого что-то такое эпичное, увы, вам не сюда. Хотя, возможно, вполне возможно, что сериал раскачегарится. Приведу вам один простой пример. Когда я смотрел первый сезон «Игры престолов», мне было очень, очень нудновато. Но, до тех пор, пока я не дошел до девятой серии. Как говорится, кто поймет, тот поймет. Спойлерить не буду. Но, все же, при всем этом, если вам нравится твердая научная фантастика, и еще вы относитесь к глубоким уважениям к Ридли Скотту как режиссеру, то вам, несомненно, стоит, по крайней мере, ознакомиться с сериалом. Ну, то есть, посмотреть первые три серии, которые сейчас доступны для скачивания. Поэтому, мне кажется, что этот сериал не для каждого, но все же, но все же это шоу найдет своего поклонника. Я в этом просто уверен.